Раскраска Раскраска-малютка от Good Wives and Warriors. И вы же видите, что это прекраснейшая рождественская раскраска. Escape to Christmas Past. Она основана на книжке Диккенса. Я не могу сказать, что я была большой поклонницей книги о Скрудже. Я прочитала всего один раз ее, когда была ребенком. Меня она, нужно признаться, не особо вдохновила. Наверное, я ожидала от книжки о Рождестве чего-то более праздничного. Мне не хотелось вдаваться в какие-то более глубокие смыслы этой истории. И, может быть, эта раскраска, это еще повод вернуться и перечитать книгу Диккенса. Но вернемся к раскраске. Раскраска моего любимого формата малютка. То есть у вас не займет много времени закончить иллюстрацию. Что, на мой взгляд, особо ценно для раскрасок в новогодний рождественский период. Когда свободного времени совсем немного, а хочется что-то раскрасить и начинать уже чувствовать такой предпраздничный период. Это мой любимый способ постепенно вызывать в себе предновогодние чувства, желание готовиться к празднику. Видите, что картинки не особо большие, не особо сложные. Все в традициях Good Vives and Warriors. Есть картинки, которые напрямую связаны с сюжетом книги. Есть то, что мне особо нравится. Это, конечно, интерьерные иллюстрации. Очень-очень красивые. И, скорее всего, именно с них я буду начинать. Есть картинки, в которых с трудом можно найти прямую связь с Рождеством. Но нужно хорошенько помнить сюжет истории. Есть мандалы, есть какие-то орнаменты, пэттерны. То есть, каждый найдет на свой вкус. И, наверное, именно из этого у раскрасок Good Vives and Warriors такая высокая популярность. Потому что разнообразие сюжетов, но, тем не менее, они все милые, интересные. Вот это еще одна картинка, в которую я просто влюбилась. Я раскрашивала Венецию из раскраски о Шекспире. И теперь у меня просто горит, как хочется раскрасить еще и Лондон. Но я не знаю, подожду ли я до Нового года или все-таки возьмусь за эту иллюстрацию пораньше. И еще одна причина, почему мы так любим раскраски от Good Vives and Warriors, особенно в издании от Pepin Press, это качество бумаги. Здесь, несмотря на то, что картинки двухсторонние, у меня никогда не было проблемы с применением акварелей, интенсов. Любых карандашей. Особенно мне нравятся здесь, конечно же, полихромосы. Но и карандаши помягче, типа призм и даже немного капризные. Color Soft и все ложится прекрасно. Поэтому качество бумаги прекрасное. Качество переплета очень хорошее. Даже несмотря на то, что когда новая книжка ко мне пришла, я немного вначале посражалась с тем, чтобы положить ее ровно и мне было удобно снимать. Но если вы не снимаете видео, то этой проблемы у вас не возникнет. Можно чем-то прижать кончик или, как я потом, канцелярским зажимом. Но зато это позволяет добраться практически до середины раскраски в тех случаях, когда у нас разворот двухсторонний. Хотя их здесь и немного. Есть отсылки и к таким традиционным для Европы рождественским вещам, как песенка про 12 дней Рождества, когда поклонник носил своей даме сердце куропаток, гусы, лебедей. Затем украшения. Потом приглашал всяких барабанщиков, молочниц. В общем, смешная песенка традиционная, чтобы такая считалочка 12 дней Рождества. Я как раз по ней шью сейчас новогодние украшения. Начала их еще в прошлом году. И поэтому эти сюжеты мне было легко познать и приятно узнать в этой книге. Мне очень понравились картинки, в которых есть темные сюжеты людей. Я уже представляю, как их интересно можно обыграть, сделать какой-то снежный фон и на его фоне. Вот эти певцы рождественских гимнов. Так что очень-очень-очень хорошая раскраска. Я планировала ее себе купить ближе к Новому году, но поскольку мне ее подписчица прислала в подарок, я думаю, что это повод для того, чтобы поучаствовать в таком популярном событии, как Рождество в июле. Я каждый год что-то крашу к этому челленджу и думаю, что этот год не будет исключением. Обычно я не очень люблю раскраски и страницы, где присутствуют какие-то орнаменты или хаотично разбросанные предметы, но для Good Vives and Various я всегда делаю исключение, потому что мне очень нравится их стиль рисовки. Ну а вот такие иллюстрации. Смотрите, какое кладбище. Они просто отличные, на мой взгляд. Очень хочется раскрасить. Вот эта иллюстрация меня повеселила. Я в первый момент думала, что тут у нас Александр Сергеевич Пушкин, когда листала, но вот цилиндр меня как-то так смутил. Есть картинки более детализированные, над которыми придется посидеть подольше. Главное, что теперь я во всеоружии могу подойти к Новому году. Раньше я раскрашивала практически только раскраску от Лизи Мэри Каллен, а теперь у меня есть и Зимние сказки, и от Селины Феник в книжке, и от Томока Тэшира, а уж теперь с помощью этой раскраски, я думаю, что с середины ноября до конца декабря у меня будет очень загруженное раскрашивательное время. Я благодарю вас за просмотр и хорошего вам дня! И если у вас еще нет ни одной раскраски от Good Wives and Warriors в английском издании, очень советую. Они не особо дорогие, но в них прекрасная бумага, большое количество иллюстраций, и я думаю, что среди рождественской раскраски, раскраски об Алисе, о волшебнике из страны Оз, или о Шекспире, вы точно найдете что-то по вкусу, а раскрашивать на такой хорошей бумаге, и такие легкие иллюстрации, это действительно релакс и антистресс. Субтитры создавал DimaTorzok